С 8 по 11 декабря в выставочном комплексе «Экспоцентр» состоялась 21-я международная специализированная выставка «Аптека-2014». Ее организатором является выставочная компания «Евроэкспо». Выставка отмечена знаком Всемирной ассоциации выставочной индустрии УФИ и проходит под патронажем Торгово-промышленной палаты Российской Федерации. «Аптека – это все-таки торговля, несмотря на ее социальный элемент, поэтому, с другой стороны, это промышленность, то есть выпуск лекарственных средств, поэтому по определению Торгово-промышленная палата должна поддерживать эту выставку, как любой другой сегмент производства промышленности, но для нас наиболее важно, особенно для нашего комитета, для комитета по предпринимательству здравоохранения и медицинской промышленности, как раз важен вот этот самый социальный, скажем так, элемент, значимость для здравоохранения в целом». В 2014 году экспонентами выставки стали около 200 компаний из 17 стран мира. «В прошлом году мы очень много новых партнеров и клиентов здесь встретили, достаточно много людей. В этом году мы не рассчитываем на это. Конечно, для нас это все-таки сегодня площадка для диалога, но не для знакомства. И это скорее исключение из правил, потому что большинство участников выставки, на мой взгляд, здесь все-таки для того, чтобы познакомиться со своими потенциальными клиентами». «Мы участвуем практически ежегодно. То есть 21 раз мы сегодня принимаем участие. Это площадка для встречи с нашими конкурентами, для встречи с нашими компаньонами. Мы хотим еще раз показать, что мы успешны, что мы развиваемся, что мы есть, что мы любим Россию, любим своих покупателей здесь. Поэтому мы участвуем и будем участвовать». «Выставка аптека, мы на ней принимаем уже, наверное, больше 15 лет. Это хороший способ увидеть старых друзей, партнеров, клиентов, коллег. И, скажем так, получить новые связи, рассказать о новых продуктах. Поскольку наша компания, мы стремимся показывать какие-то передовые инновационные решения. То есть те же решения по роботизации, по каким-то современным инструментам продаж в аптеках. То, что в условиях такой достаточно суровой конкуренции в аптечном рынке, это среди наших клиентов вполне воскресенье». «О продуктах надо узнать. А здесь как раз подходят к стенту люди и узнают, как этот продукт действует, для чего его применять. Потому что постоянно появляются новые технологии, новые продукты, более лучшего качества, более щедяще действуют на организм человека, более эффективно. Молодцы, что делают такие ярмарки. Дело хорошее». «Айурведа» — это традиционная медицина, которая очень популярна в Индии. Сегодня люди заинтересованы в применении натуральных лекарственных и косметических препаратов на растительной основе. «Благодаря участию в выставке «Аптека» мы хотим привлечь внимание к этой древнейшей системе медицины и тем самым способствовать развитию айурведы в России. Основой деловой программы выставки «Аптека» является Международный деловой медико-фармацевтический форум. Ежегодно здесь собираются эксперты фармацевтической отрасли для обсуждения насущных проблем и намеченных тенденций. «Форум» всегда был неотъемлемой частью выставки «Аптека», буквально с самых первых лет ее существования. Потому что он всегда был площадкой для обсуждения насущных проблем фармацевтического сообщества. И в этом году форум пользовался как никогда огромной популярностью. Зарегистрировано в качестве потенциальных участников форума на нашем сайте около 4 тысяч человек. Это единственное мероприятие, которое действительно затрагивает и позволяет обсудить участникам всей системы здравоохранения абсолютно все вопросы на площадке одного такого грандиозного мероприятия. Качество жизни должно соответствовать высшим планкам. Мы к этому все стремимся. Ну и мы как специалисты отдаем себе ответственность в том, что многое зависит от нас. Выставка «Аптека» на самом деле очень полезное организационное мероприятие, которое позволяет встретиться производителям с непосредственными покупателями и даже дистрибьюторами и, естественно, с первостольниками и аптечными сетями. На самом деле нам очень помогает наладить контакты, взаимодействие и вывести быстрее продукт на рынок. За это большое спасибо. Вы знаете, в данный момент, именно в наше сложное время, достаточно сложно выжить, наверное, любой компанией без притока новых контактов, новых партнеров, новых покупателей, возможно, да. Естественно, вот эта вот выставка «Аптека» 2014 в этом очень сложном году, мне кажется, это шанс для многих компаний именно новые связи, новые возможности. Без лекарств, к сожалению, на сегодняшний день обойтись невозможно. Здоровье можно достигнуть или можно сохранить его путем соблюдения здорового образа жизни, но когда человек заболел, все равно он обращается к врачу, он обращается в аптеку, он потребляет лекарства. Поэтому мы должны поддерживать все новейшие достижения в этой сфере, в этой отрасли. Достижения как эффективные, так и безопасные. Вы знаете, можно посыпать голову пеплом, но мы на какие-то общеэкономические, общеполитические вопросы никакого влияния не имеем, да, то есть мы на них оказывать влияние не можем, но мы можем оказывать влияние на рынок, предлагая какие-то новые решения. Поэтому здесь, наверное, да, может быть, какие-то сложные моменты действительно люди, может быть, в меньшей степени думают об инвестициях, да, то есть, но в то же самое время становится очень важным о правильности этих инвестиций, то есть инвестировать их не в сегодняшний день, а в будущее, да, то есть уже задумываться об эффективности организации своего бизнеса. И в этом мы нашим клиентам активно помогаем. Нам на стенд все время подходят это и физические какие-то лица, покупатели, которым интересно для себя что-то узнать новое, и потенциальные партнеры из каких-то других регионов, да, сети, частные аптеки, маленькие, возможно, какие-то аптечные пункты, но все равно это интересно, поскольку это сотрудничество, так и должно быть. Мы живем все на одном рынке. Мы, так сказать, отстаиваем интересы именно этого рынка для того, чтобы он жил, развивался и, самое главное, работал на благо нашего пациента. До встречи на Международной специализированной выставке «Аптека» в 2015 году.